Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я вам покажу весь холизей. Мы прошли все этажи, абсолютно. Я вам покажу просто невероятный вид со всех сторон. Если вам интересно это видео, то продолжайте смотреть его до конца. В ходе Вальджем сразу находится сувенирная лавка, в которой можно приобрести много всего интересного. Одним из таких является роза, созданная из кристаллов гипса и соли, которую добывают в соляной пустыне Шот-Эль-Джерид. Много туристов покупают такую розу в качестве сувенира на память. Также можно приобрести миниатюры Эль-Джема. Мы также приобрели розу и эту статуэтку на память о нашей поездке. Тунис славится своей мозаикой. Такие вот картины, тарелочки можно наблюдать. Это гигантский амфитеатр древнеримской эпохи третьего века нашей эры. Его размер лишь немного уступает римскому колизею и амфитеатру, но по своей сохранности он уверенно занимает первое место в мире. Сложно описать ее чувства, когда ты смотришь не на какие-нибудь раскопки, а вступаешь через века своими ногами на полностью сохранившуюся гладиаторскую арену. Древние стены своими высокими арками, колоннами и в этот момент современный мир вокруг просто перестает существовать. Можно спуститься также на нижний этаж. Под арену амфитеатра был построен целый подземный город. Гладиаторы, дикие животные, а также рыбы содержались в особых камерах клетках. Отдельные помещения предназначались для умирающих гладиаторов, а также для складирования трупов. Особые чувства возникают, когда вы проходите коридором смерти, по которому гладиаторы выходили на арену. Из всего освещения раньше здесь были лишь несколько факелов, а также яркий белый свет в конце длинного коридора, где находился выход на арену. Может именно отсюда пошло выражение свет в конце тоннеля, означающий границу между жизнью и смертью. Трехэтажный амфитеатр размером 138 метров в длину и 114 метров в ширину. Высоченные арочные галереи с множеством переходов окружали песчаную арену. Стены были украшены многоцветной мозаикой с изображением скачущих всадников. Над восточным входом было устроено императорское ложе. Очень удивляет собой размахи построения этажей. Камни просто огромные. И да, мы насчитали 6 этажей и плюс один подземный этаж, хотя зрительная Эль-Жем состоит из трех этажей. С 1979 года остатки древнеримского амфитеатра были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok